Привет, друзья! Счастливо вам сообщить о том, что сегодняшний обзор будет полностью посвящен образом для холодной осени и зимы. Так как холодный сезон уже практически наступил, во всяком случае в Москве очень сильно похолодало, то я знаю, что у многих сейчас возникнет вопрос, а что же носить этой зимой, чтобы выглядеть максимально стильно. Поэтому я подготовила для вас совершенно потрясающую подборку вещей, которые я покажу на себе. Это будет классная примерка, и я прям сама загорелась этим видео, потому что я настолько нравилась себе в зеркале, когда сегодня снимала эти образы, что мне уже не терпится с вами поделиться. И помимо того, что я буду рассказывать о том, как собрать осенний и зимний базовый гардероб и какие вещи туда внедрить, чтобы выглядеть максимально модно, актуально и современно осенью-зимой 2024-2025 года, я буду рассказывать также о том, как именно я их собрала и на какие мелочи следует обращать свое внимание, чтобы быть самыми модными этой зимой. Итак, начнем с первого образа, в котором участвуют светлые брюки Chinos из плотного хлопка, а также свитер в цвете хаки и пуховик в тон. Кстати, для сегодняшнего видео обзора я подобрала вещи из новой коллекции Daisy Knit, что делает этот образ максимально актуальным. А это тот самый оттенок хаки, который является самым актуальным в этом сезоне, потому что, как вы понимаете, у любого цвета есть разные оттенки. И именно этот цвет с немного таким теплым подтоном. В составе свитера 100% шерсть мериноса, что делает его особенно теплым, ну и немаловажно сказать, что ткань действительно приятная к телу, она не колется. И отдельное внимание я хочу уделить пуховику, потому что он просто невероятно легкий. И в составе наполнителя пух и перо. Соответственно, это будет действительно теплая вещь для предстоящей зимы. Помимо этой основы я добавляю к образу ботильоны казаки, а также вот такую холщовую сумку в тон к нижней части образа. Получается, что у меня лук поделен на два цветовых акцента. Это беж, а также цвет хаки. И на фоне бежевого, на фоне нейтральной палитры, цвет хаки как бы играет еще ярче. То есть, он выходит на передний план. В таком образе я легко могла бы прогуляться по городу, зайти в магазин или, например, встретиться с подругами в кафе. Потому что, с одной стороны, он удобный, комфортный и незамысловатый. И в то же время он очень стильный за счет деталей, за счет цветов и фактур в этом комплекте. Следующий повседневный комплект я решила собрать на той же самой основе, но поменять верх. И на этот раз у меня фигурирует свитер с высоким горлом, а также в тон к нему я подбираю пуховик. Для начала несколько слов о свитере. Во-первых, цвет шоколад это самый трендовый тренд сезона. Я уже много раз об этом говорила и точно еще много раз скажу, потому что, действительно, если взять иерархию, кстати, уже даже проводились исследования самых модных цветов, то на первом месте стоит шоколадный. Ну и помимо того, что делает этот свитер супер актуальным, конечно, вот эта высокая горловина, которая как бы стойкой, то есть ее не нужно складывать на две части. И именно вот этот воротник стойкой, горловина стойкой, делает эту вещь очень актуальной и относящейся именно к этому сезону. Ну и в то же время, помимо того, что она актуальная, также можно отнести ее к вещам вне времени, потому что на осень и зиму свитер с высоким горлом. Мало того, что это красиво, уютно, стильно, ну и также это, в принципе, вещь, которая всегда актуальна. Обратите внимание на то, что пуховик можно застегнуть не только на молнию, но и на кнопки. Например, если вы выбегаете, не знаю, на тренировку или в магазин, и вам не нужно застегиваться, и на улице не очень ветрено, то можно даже не застегивать молнию, в принципе. Я очень часто зимой этим пользуюсь, и это получается намного более комфортно и быстро, то есть вы не тратите лишнего времени. Чем хорош этот пуховик? Безусловно, его длина безупречна, особенно для тех, кто любит передвигаться за рулем или для тех, кто не любит носить слишком длинные вещи зимой. Ну, для меня, например, эта длина пуховика максимально оптимальная. Я именно в такой длине пуховика хожу практически всю зиму. Мне нравится то, что он достаточно объемный, то есть его объемы именно современные. Под такой объем пуховика легко надеть и толстовку, и свитер, и ничто не будет сковывать движение. Ой, как раз вспомнила о том, что новая коллекция бренда и называется движение, что отражает саму идею того, что вам должно быть не только удобно и комфортно двигаться, но при этом вы должны еще и стильно выглядеть. И в этом мы с брендом DayZenit абсолютно совпадаем. Все вещи из новой коллекции вы сможете приобрести со скидкой 10% по промокоду Воронцова. Ну, как видите, основа у этого образа, такая же, как и в предыдущем. У меня снова светлые брюки вместе с казаками и светлая сумка. Это такая красивая осенняя бежево-коричневая цветовая гамма, которая всегда выглядит уютно, комфортно и очень приятно. Еще буквально пару слов о покрое вещей. Смотрите, у пуховика есть карманы, при этом они застегиваются на молнию. На данный момент я их расстегнула для того, чтобы показать вещи в динамике и убрать руки в карманы. Но почему я акцент делаю на том, что карманы на молнии? Потому что если вам, например, они не нужны, допустим, вы убрали перчатки или убрали туда телефон, вы застегиваете эти молнии и карманов не видно, то есть они не добавляют вам излишнего объема. Сегодняшнее видео будет, я думаю, для вас особенно приятным, потому что вы всегда у меня просите, чтобы я почаще осенью и зимой показывала юбки и платья. Но обычно я этого не делаю. Но сегодняшний день исключение, так как когда я подбирала вещи для сегодняшнего видеообзора, я особое внимание решила уделить именно этим категориям. Вы много раз видели меня в брюках, в джинсах, в леггинсах, в кожаных брюках. Но для сегодняшнего видео, для того, чтобы уважить ваши потребности, я решила показать, что стильно осенью и зимой можно выглядеть и в юбках, и платьях. Но тоже нужно знать нюансы. Следующий образ один из моих самых любимых, потому что в нем участвует очень красивая юбка в такой интересной фактуре соль-перец. Эта юбка также шерстяная, то есть в ней будет тепло зимой. Ну и наверняка многие знают о таком чудесном лайфхаке для зимы, когда вы надеваете утепленные колготки чуть ли не с начесом внутри, ну в зависимости, естественно, от того, куда вы отправляетесь. И тогда получается, что в юбке действительно может быть более тепло, например, чем в джинсах. Для того, чтобы красиво показать этот образ и подчеркнуть то, что это именно осенне-зимний комплект, я добавляю сверху не лонгслив, а предыдущий свитер. Свитер теплый, с закрытым горлом, у которого стопроцентная шерсть в составе. В этот комплект мне, конечно же, хочется вписать сапоги. Я много раз говорила вам о том, что очень важно, когда вы носите юбку или платье зимой, чтобы подул вашей юбки прикрывал сапоги. Сапоги у меня здесь актуальной формы. Это сапоги и казаки, поэтому они тоже помогают делать этот комплект именно относящимся к нынешнему сезону и делать его очень стильным. Ну и, наконец, просто изюминка сегодняшнего видео. Особенная фишка – это пальто, которое точно останется в моем гардеробе в невероятно красивом оттенке, что-то между шоколадным и винным. Это просто фантастически красивое пальто. Я влюбилась с него с первого взгляда, и я думаю, что я его буду носить просто буквально весь сезон. Мало того, что у него невероятно красивый оттенок, оно, конечно же, еще и самой актуальной формы. Я обожаю эту форму пальто, потому что ее можно носить как с женственными комплектами, так и с более спортивными, например, с высокими кедами, кроссовками, с костюмом, с джогерами. Но сегодня у нас акцент на женственности, поэтому я показываю вам это пальто вместе с платьем. Как видите, оно достаточно объемное, то есть туда действительно можно разместить объемные вещи и даже поддеть, например, жилет пуховый и проносить такое пальто всю зиму. Следующий супер актуальный комплект я сочетаю с платьем. Как редко вы меня видите в платьях, но сегодня то самое исключение. Целое видео у меня будет посвящено антипокупкам. Я думаю, что оно выйдет на следующей неделе, и там целый блок будет посвящен платьям-свитерам, которые не надо покупать в этом сезоне и которые действительно часто в продаже. Но они абсолютно выглядят дешево, неправильно, и я расскажу, в чем тонкости. Но сегодня я вам показываю позитивный, положительный пример. Спасибо бренду за то, что он создал актуальное классное платье, которое можно будет носить просто бесконечно долго. И это платье, которое перекликается по своему оттенку с пальто. Это тоже такой сложный винно-шоколадный оттенок. И это платье в длине макси. Кстати, я не сказала о том, что у пальто еще и актуальная супер классная длина. Длина макси, мало того, что это функционально, потому что в ней просто тепло, так это еще и супер стильно. Для того, чтобы продемонстрировать это платье, я решила дополнить его парой цепочек, для того, чтобы поставить такие интересные металлизированные золотистые акценты и добавить такой изюминки. Ну и, безусловно, вместе с пальто, в сочетании с пальто, платье выглядит совершенно роскошно. Я думаю, что в таком платье будет очень удобно передвигаться по городу, опять-таки надеть вниз термобелье, если, например, вы будете прогуливаться, надеть утепленные колготки, утепленные сапоги. И вы будете выглядеть женственно, роскошно, и при этом вам будет тепло и комфортно. Поскольку у бренда Daisy нет свое производство, то на сшитых вещах вы можете найти очаровательную круглую бирку с именем портной, которая сшила для вас эту вещь. Если вы действительно хотите приобретать качественную базу, которую вы сможете носить не один год, не один сезон, то обращайте внимание на то, чтобы вещи имели вид и покроивание времени, ну и вдобавок ко всему хорошо носились, независимо от количества стирок. И в этом смысле бренд Daisy нет я действительно могу вам порекомендовать. Для следующего образа я подобрала костюм, но это не костюм с брюками, а это костюм с юбкой. Мне безумно понравился этот костюм своими линиями кроя. Как только я его увидела на сайте, я сразу поняла, что я точно хочу его примерить, потому что это редкость. Сейчас я объясню, почему. Ну, сначала я его надеваю с рубашкой на выпуск. Почему так? Почему мне так захотелось? Потому что это выглядит очень минималистично. Немножко даже добавляются какие-то такие азиатские нотки. И для того, чтобы их усилить, я решила собрать волосы, чтобы выглядеть еще более лаконично. И вот эта линия длин, когда у нас идет удлиненная рубашка прямого покроя, а также юбка, слегка расслешающаяся к низу, но не сильно в целом. Она тоже выглядит именно прямой. Все это задает нам такой вот дух стиля, минимализм, который, как вы знаете, я безумно люблю. Я решила дополнить этот комплект сапогами на каблуках в замшевом цвете. Точнее, даже не сапоги, а это именно ботфорты, что добавляет такой женственности, во-первых. А во-вторых, красивый делает баланс объемов между юбкой и сапогами, которые полностью обтягивают ноги. Ну и смотрите, мне здесь захотелось поменять сумку. Я специально взяла такой минималистичный объемный клатч для того, чтобы усилить, опять-таки, идею стиля минимализм. Ну и, наконец, для того, чтобы доработать этот лук до конца, я дополняю его совершенно фантастически прекрасным пуховиком. Какая сложность найти пуховик-пальто в актуальной длине, который будет не с такой вот огромной стежкой и выглядеть как одеяло, а который все-таки будет достаточно минималистично. Мало того, что минималистичным и актуальным делает этот пуховик отсутствие стежки, да, то есть он выглядит как пальто. Вдобавок ко всему он выглядит именно более элегантно и универсально, скажем так, за счет того, что у него не глянцевая нейлоновая фактура, а он матовый. Ну и объемы делают его настолько универсальным, что также мы сможем сочетать такой пуховик, как с женственными нарядами, например, с платьями, с юбками, как я показываю в этом комплекте, и вы можете наглядно в этом убедиться. Ну и также, вне всяких сомнений, со спортивным костюмом, с джоггерами, с кроссовками, такой пуховик тоже будет классно смотреться. Но еще мне очень сильно понравилось то, что здесь можно воротник как поднять, так и отпустить, то есть сделать воротничок стойкой. Это тоже один из микротрендов именно этого сезона, когда мы поднимаем воротнички, рубашек, пальто или в данном случае пуховиков, получается очень классно и очень стильно. Ну и еще классный нюанс у этого пуховика в том, что он на кнопках. Я обожаю зимой кнопки, потому что чаще всего я люблю, если это позволительно и не так уж холодно, выйти на распашку, ну допустим, из кафе, а потом запахнуться, завязать, например, на пояс пуховик или просто застегнуть на пару кнопок. Ну, разумеется, я не говорю про те ситуации, когда я иду на пару часов гулять по городу или в парке, а именно в тех ситуациях, когда мне нужно выйти и недолго куда-то пройтись. В этом смысле зимой застегиваться на молнию, сами знаете, это бывает не всегда удобно. В общем, кнопки это действительно очень функционально и очень удобно для зимнего сезона. Ну и, наконец, второй вариант использования этого костюма. Уже менее минималистично, да, а более элегантно. И такой у нас получается образ вне времени, в котором получается очень классный баланс длин и объемов за счет того, что мы строим красивый силуэт 2 пятых, 3 пятых. То есть у нас, поскольку заправлена рубашка и юбка достаточно длинная, плюс еще сапоги на каблуках, то получается красивая линия силуэта, вытянутая и стройная. Ну и еще этот комплект строенец тем, что юбка на запах. И обратите внимание, она не прошита таким образом, а она действительно на запах, то есть она внутри застегивается на пуговицы и снаружи подвязывается вот этим вот длинным поясом. Она скроена к линиями, плюс еще здесь есть красивый разрез. Все вот эти вертикальные линии помогают вытягивать силуэт. То есть нам здесь на наш силуэт фигуры работают сразу несколько пунктов. Первое, то что это монохромный комплект, а монохром всегда вытягивает. Второе, то что у нас идет заправление и силуэт 2 пятых, 3 пятых. И третье, вертикальные клинья плюс разрез, которые тоже помогают красиво драпировать силуэт и вытягивать его. К этому образу я добавляю снова свое любимое пальто в винно-шоколадном оттенке. И мне очень нравится игра длин в этом луке, потому что пальто перекрывает с собой костюм. А вы знаете, что это всегда намного более красиво и вообще, можно сказать, даже идеально. То есть идеально, когда пальто закрывает своей длиной первый слой. И это не всегда достижимо, потому что зачастую пальто достаточно короткие. А в случае с юбками и платьями это все-таки достаточно критически важно. Мне очень нравится, как играют оттенки в этом комплекте. Во-первых, я обожаю графитовый цвет. Я знаю, что он мне очень идет, и поэтому я часто его ношу. Он является моим базовым цветом. Ну и сочетание винного и графитового, мало того, что это безумно красиво, так это еще и тренд сезона. Ну и повторюсь, это еще и вне времени. Для того, чтобы дополнить этот комплект и вспомнить о том, что мы готовимся к зиме, я хочу добавить сюда большой объемный шарф палантин. Очень мягкий, приятный на ощупь и очень красивый. Это тоже один из трендов сезона. Здорово то, что у этого шарфа палантина две стороны, есть светло-серый оттенок, а также графитовый, поэтому когда мы драпируем его, то у нас играют цвета и получается еще более стильно, еще более красиво. Конечно, нужно приноровиться с драпировкой, но в целом ничего сложного здесь нет. Ну и еще я добавлю перчатки, которые также перчатки именно бренда Daisy Knit. И пока надевала, сама обратила внимание на совершенно потрясающий сюрприз. Это то, что у перчаток есть пальчики на большом пальце и на указательном для того, чтобы можно было зимой пользоваться телефоном. Наконец-то просто кто-то до этого додумался. Ну что ж, друзья, я очень старалась сегодня снять для вас это видео и сделать так, чтобы оно было для вас полезным, функциональным и вдохновляющим на классные новые образы для предстоящей зимы и для холодной осени. Напишите в комментариях, какой образ понравился вам больше всего, что вы хотели бы внедрить в свой гардероб, ну и носите ли вы юбки и платья в зимнем сезоне. Ставьте лайки этому видео, если вы хотите видеть больше обзоров и примерок в моем блоге, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!